Привет всем! Мы сегодня будем печь торт творожный пломбир на сковородке ОПН 28 сантиметров. Берем 2 яйца, 160 грамм сахара, это неполный 200 граммовый стакан, 275 грамм творога, это творог из русского магазина, у нас 15 процентов жирности, можете любой другой взять. Хорошо перемешиваем и будем взбивать погружным миксером. Добавляем упаковочку ванильного сахара, 370 грамм муки за два раза высыпаем, перемешаем и упаковочку бак пульвера. Тесто можно сделать в термомиксе, все сразу сложили, 2 минуты программа колосок. Добавляем оставшуюся муку, смешиваем тесто до однородной массы. Ну вот, тесто готово. Оставим постоять минут на 20-30. Прием емкости литра, чуть-чуть наливаем водички, чтобы молоко наливать будем. Сейчас молоко не прикипело. В холодную емкость наливаем молоко и немножко оставляем. Мы будем готовить пудинг, где-то 3-4 ложки оставляем. Очень удобно, что у нас есть такие чашечки, они здесь с мерочкой. Мы налили пол-литра молока, то есть отмерили. Закрываем крышкой. Плиту включаем на 4. Один раз нажимаем на правую кнопку и выставляем программу морковь. Сейчас будет нагреваться молоко. Мы оставили 5 ложек молока примерно, 3 ложки столовых сахара, можно больше, можно меньше, и порошок пудинка ванильного. Высыпаем и хорошо размешиваем. Сигнал убираем аудиотерм. Открываем крышку. Молоко только закипело, еще не поднялось. Это очень важно, чтобы вы находились рядом, не отходили. Теперь выливаем в горячее молоко пудинговую массу. И хорошо помешиваем венчиком. Выключаем плиту на ноль. Чуть-чуть помешиваем. Пудинг уже готов. Убираем перевернутую крышку. Пудинг готов, но чистое, ничего не пригорело. Нам нужен пудинг для крема. Делаем пудинг для крема, поэтому мы прикроем немножко фриши фолией. Или просто фолией у нас не оказалось фриши. Аккуратно, чтобы не образовалась пленка. Дадим остыть. Мы разделили тесто на 8 частей. Будет у нас 8 сочней. Раскатываем и по размеру крышки на 24 сантиметра вырезаем. Можно просто хорошо придавить. Можно немножечко провести ножом. И так делаем, раскатываем все сочни. Готовые сочни складываем, немножко пересыпаем мукой, чтобы они не склеились. Когда будут все готовы, будем печь. Вот такие сочни тут лежат у нас. Тесто. И раскатываем с небольшим количеством муки. Плиту включаем на 4. Один раз нажимаем на правую кнопку и выставляем программу мяса. Сигнал аудиотерм убираем, выключаем, крышку убираем. На сухую сковородку на open 28 сантиметров без масла кладем первый сочень торта. Переворачиваем корж и жарим вторую сторону. Вот такое тесто со второй стороны, такой корж. И выкладываем на блюдо. Даем остывать. Кладем следующий корж, так же жарим. Температуру можно регулировать, мы убавим на троечку. Выключаем плиту на ноль. Мы пережарили все 8 коржей. Из остатков теста, из обрезков мы сделали еще один корж. Теперь даем немножечко остыть и будем складывать. Очень нежные, сочные коржи получились. Сейчас мы будем взбивать шлагзаны. Чашка и венчики были в холодильнике. Они очень холодные, чтобы легче взбились сливки. Сливки, конечно, тоже стояли в холодильнике. Минимум полчаса чашка и венчики должны постоять в холодильнике. Выливаем холодные сливки. Начинаем взбивать на маленьких оборотах. Сахили густеть, мы добавляем столовую ложку сахарной пудры. Продолжаем взбивать, только уже добавляем скорость. Мы взяли 80 грамм сливочного масла комнатной температуры и немножечко его перемешаем. К маслу добавим столовую ложку сахарной пудры и еще раз все хорошо перемешаем. Сварили ванильный пудинг, он остыл. Теперь постепенно будем добавлять к маслу ванильный пудинг. Он тоже комнатной температуры. Пышная масса получилась. Это крем-пудинг со сливочным маслом. Мы хорошо взбили. Теперь мы постепенно добавляем взбитые сливки. И у нас получится очень вкусный крем со вкусом мороженого пломбир. Вот такой пышный, нежный крем для торта у нас получился. Взбивали мы, смешивали, вернее мы два крема на самых маленьких оборотах. Все готово, крем готов, коржи готовы. Берем бумагу вырезанную по диаметру, чуть больше можно. И будем собирать торт. Любой стороной. Примерно 2-3 ложки крема мы будем класть. И хорошо разравнивать равномерно. Кладем второй корж. И так собираем весь торт. Примерно 3 ложки я беру. Мы собрали торт. Вот такой красивый, высокий получился торт. Мы украсили тертым шоколадом. Но вы можете украсить по своему вкусу и желанию какими-то другими фруктами или цветочками, розочками сделать. Портош lifespan. Примерно 3 на 1-3 ложки. Марш fr今年. Примерно 400 лабора. Примерно 3 на 1-3 ложки. Рим. Примерно 4-4 ложки. Пойно.